Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня хочу приготовить филе индейки, варенокопченое филе. Мясо это совсем не жирное, да еще во время тепловой обработки оно сок обязательно потеряет, поэтому засаливать буду мокрым способом. Кроме того, еще и нашприцую рассолом эти куски. Для рассола у меня приготовлена холодная кипяченая вода, соль нитритная, соль поваренная и сахар. Приступим. Сахар, соль поваренная, соль нитритная. Перемешивать буду для быстроты блендером. Белое это потому что свела кучу воздуха сейчас в этом рассоле. Сейчас он вверх поднимется, все эти мелкие пузырьки, естественно все станет прозрачным. Загонять этого рассола буду по 10 процентов от веса мяса. А теперь остатками рассола залью мясо и оставлю просаливаться на несколько дней в холодильнике. Вот так. Думаю дня три-четыре хватит. Может быть больше это не сильно важно. В принципе солить можно даже до двух недель, если у вас изначально мясо свежее. Если оно не очень свежее, то конечно оно может все-таки закиснуть за это время. Подождем. Филе просолилось, пора продолжать процесс. Раз я готовлю вареное копченое мясо, то нужно сначала его сварить, затем закоптить. Варить буду в сувиде. Запечатаю в вакуум пакет. Вот эти края вот так вот загнул, чтобы их не намочить во время убирания сюда мяса и соответственно, чтобы он потом запечатался хорошо. А чтобы при запечатании влага сюда в шов не попало, и чтобы в вакууматор она тоже не прошла, проложу здесь кусочек салфетки бумажной. Конечно же, не обязательно варить именно в сувиде. Можно в духовке паром обработать, можно просто в кастрюле с водой сварить. Главное, температуру придерживаться. Но при варке в воде из поверхностных слоев мяса у вас соль будет вымываться. Соответственно, мясо получится менее соленым, чем нужно. Значит, этот момент нужно учесть и скорректировать количество соли в момент посола. Все просто. Если варить паром в духовке, то соль корректировать не надо. Но даже в паровой среде при избытке пара мясо потеряет влаги больше, чем при варке. Продукт более сухим получится. К тому же, в паровоздушной среде скорость теплопередачи гораздо ниже, чем в воде. Поэтому и время варки тоже увеличится. Это еще больше высушит продукт. Еще момент. Это филе не колбаса, но по толщине неоднородное. Значит, влагопотери в разных частях будет разной. Но это понятно, да? Ведь в духовке вы температуру должны будете поставить выше, чем в том же самом сувиде. Градусов на 10 поднять, для того, чтобы температура внутри за хоть какое-то реальное время поднялась до 70-72 градусов. И, соответственно, к тому времени, когда в самом центре, в самой толстой части куска у вас температура поднимется до 72, в самой тонкой части температура будет уже гораздо выше этих 72. То есть в этом месте мясо будет еще более сухим. Так что для таких вот неоднородных по толщине кусков использование сувида и температурного режима 71-72 градуса – самый оптимальный вариант. Время варки зависит от толщины куска. В моем случае этот процесс займет где-то 2-2,5 часа. Причем нет нужды переживать, что мясо переварится, потому что сколько его там не держи, температура выше установленной, выше этих 72 градусов, внутри куска не поднимется. Мясо уже, в принципе, готово. Уже можно есть, но я бы хотел приготовить варенокопченый вариант. Поэтому теперь нужно закоптить. Но прежде чем отправлять в коптильный ящик мой, в коптильню, нужно, чтобы поверхность куска была абсолютно сухая. Влага в коптильне – это самая основная и самая важная причина появления, во-первых, жуткой вредности от копчения, потому что на лагере все уседает, а во-вторых, появление такого очень неприятного кислого привкуса на копченом мясе. Поэтому вскрываю все это дело и надо насадить на спицу сразу все три куска. Ну, и теперь подвесить в тенечке. Повешу непосредственно в коптильне. Вот так вот. Пусть в таком вот виде сохнет до вечера. У нас вечер. Мясо, как вы видите, подсохло и остыло. Вот оно абсолютно уже такое сухое. Следов на пальцах нет, никаких мокрых. Можно коптить. Дымогенератор у меня пассивный. Дыма дает немного, так что процесс растянется на всю ночь. Одной загрузки хватает на 10-12 часов непрерывного тления. Купить такие дымогенераторы можно на Алиэкспрессе. И если не забуду, ссылку в описании повешу. Но есть одна тонкость. Они нормально работают, только на очень мелких опилках. Фракция нужна 0,8-1,2 мм. Температура копчения от 18 до 25 градусов. Больше не надо. Это вот текущая температура, это целевая. Для новых зрителей дополнительно сообщу, что это самодельная коптильня. Ролик на канале есть. Ссылочку в описании повешу. Ждем до утра. Ну и долгожданный момент пробы. Итак, сегодня утром, рано достаточно, коптильня перестала работать, потому что опилки кончились. Я вывесил. Все это дело проветриваться. Все это дело у меня на ветерке висело, считайте, с 7 утра до... Вот сейчас 2 часа уже. Все проветрилось. Аромат копчения присутствует, но не чрезмерный. Я не могу сказать, что он прям совсем легкий, но уже гораздо лучше. Если повесить еще 3-4 часа, будет даже еще лучше. Но уже не терпится. Давайте смотреть, что там внутри. Вот так. Прожилка есть какая-то. Как и любое нежирное мясо, оно, естественно, суховато. Именно поэтому мне не нравится в вареном-копченом виде готовить именно вот такое вот нежирное мясо. Ну, если кто жир не приветствует в своем рационе, это для вас. по соли, по аромату копчения, все прекрасно. Мясо вкусное. Но, повторюсь, мне не нравится эта суховатость. Такое мясо в сыре-копченном варианте гораздо лучше, на мой взгляд. Но выбирать, конечно, вам. Короче, вы видели. Процесс простой. Не обязательно сувиди готовить. Можно приготовить в духовке, довести до нужной температуры. Можно отварить в воде. Пользуйтесь только термометрами, естественно, погружными. Это будет проще и быстрее. Копчение тоже очень простое. Даже коптить, кстати говоря, не обязательно делать такой дымогенератор. Если у вас погода позволяет, то есть не нужно регулировать температуру, то берете обычное сито, металлическое только. Кулаком пробяли ее снизу, получилась кольцевая канавка. В нее насыпали опилочек, подпалили, на кирпичик его положили или на плитку старую, которая от ремонта у вас осталась, керамическую. Картонной коробкой накрыли, дырок пробили, чтобы воздух засасывался сверху, дырку, чтобы дым выходил на балконе. И на палочке внутри этой картонки подвесили на ваше копчение. Также прекрасно с пассивным дымогенератором прокоптите все на балконе. И не переживайте, что соседи к вам придут. Дым от такого дымогенератора не больше, чем от сигареты. серьезный. На этом с вами позвольте попрощаться. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!